Здравствуйте! Вас приветствует главный специалист Удмутского историко-культурного центра Ирина Лаяновна Самигулова. Сегодня речь пойдет об удмутских перепечах. Удмутские перепечи еще называют маленькими солнышками. Что надо для того, чтобы приготовить перепечи? Перепечи национально удмутское блюдо готовится из пресного теста. Тесто такое готовим упругое. Немного воды, немного соли, 4 стакана муки. Замешиваем все это и получается такое вот тесто, не слишком мягкое, чтобы можно было из них сделать корзиночки. Далее нам надо желток и пюре. Перепечи вообще бывают разные, с разной начинкой. В удмуте их обычно делают из мяса, из грибов, из капусты. Разные-разные виды начинки. Но у закамских удмутов принято чаще всего делать из картофельного пюре начинку. Я не знаю, с чем это связано, но с самого раннего детства, я помню, на любые праздники на нашем столе были перепечи. Также они считаются еще и поминальными выпечками, потому что во время именно весенних, осенних поминок на столе тоже бывают перепечи. Дальше перепечи считаются и гостевыми. Например, при встрече гостей рядом с чак-чаком, с караваем, всегда мы встречаем с перепечами наших гостей. Для того, чтобы сделать перепечи, надо сделать небольшие кружочки. И вот такое тесто. Я сейчас покажу вот такое вот оно. Не сильно мягкое, не сильно твердое. И разрезаем небольшие кружочки. И делаем вот такие вот размером. Можно больше, можно меньше кружочки. Затем ответственный момент. Надо сделать по резиночке. То есть края вот так вот сделать такие как бы стенки, стеночку, чтобы все это держалось. Перепечи очень вкусные, очень красивые. Да, на самом деле мне нравится их назвать печи шунды, потому что они такие желтые, как маленькие солнышки, очень аппетитные. Можно даже маленьким сделать, когда вот дети были маленькие. Я любила их делать очень маленького размера, чтобы в ладошки у детей они помещались и было удобно их держать. Вообще перепечи я научилась делать, наверное, в классе пятом, шестом. Потому что мама работала в колхозе, очень сильно уставала. А я просила очень часто приготовить мои любимые перепечи. И однажды мама просто сказала, давай я научу тебя делать перепечи, и ты уже будешь сама своими руками делать их. И так и получилось, что я научилась их делать. И встречала уже сама маму с горячими перепечами. Это было очень трогательно, мило. И мама всегда радовалась, когда приходила с работы, уставшая, голодная, и её дома ждали перепечи, приготовленные её дочерью. Вот с тех пор это блюдо у нас в семье считается таким коронным блюдом. Вообще их делать не сложно. Самое сложное, наверное, делать вот такие корзиночки. Но если ты уже делал их несколько раз, получается очень быстро и не стоит огромного труда. Вот такой маленький кружочек мне очень нравится делать поменьше, потому что это очень мило получается. И детишкам нравится, когда вот они такие маленькие корзиночки. Им удобно их держать и кушать. Вот, посмотрите, два вида у меня. Ну, конечно же, каждая хозяйка может делать на своё усмотрение. Я ввожу начинки, кладу начинки внутри корзинки. Это тоже немного ответственный момент, потому что надо это делать аккуратно. Ну, я думаю, что когда ты делаешь с душой любое блюдо, любая выпечка получается вкусной, красивой и аппетитной. Самое главное – вложить свою удмуртскую душу в удмуртские береги. Но если говорить о блюдмуртах, о блюдмуртской душе, конечно же, угнуты – это очень гостеприимный народ. Очень трудолюбивый народ. И гости в любом доме – это очень уважаемые люди. То есть, когда приходят гости, это всегда праздник для любой блюдмуртской семьи. Вся семья готовится встречать гостей. И это отдельная такая большая история в любой семье получиваться. Ну, я тоже признаюсь, что очень люблю гостей встречать. Мне нравится ждать своих друзей, подруг, родственников и угощать их перепечами тоже. Я не скажу, что в нашей семье перепечи только бывают из картофельного пюре, из такой начинки. Да, мы делаем тоже и из капусты, и из мяса. Тогда уже, когда готовишь перепечи с мясной начинкой, тогда тесто тоже делаешь из ржаной муки. Они получаются тоже такие, со своеобразным вкусом. Бывают очень интересные на вид тоже. Ну, вот у меня корзиночки уже наполнены картой, сильным пюре. И я начинаю их украшать таким своеобразным образом желтками. И сразу же перепечки получаются такие солнечные, желтенькие, аппетитные. И напоминают детство, вкус детства. Сразу же вспоминается, как мы прибегали с улицы. И мама доставала из горячей печки горячие такие вот перепечики. И это было так вкусно. Такое было счастье огромное пробовать горячие перепечики, при этом подпрыгивать, потому что они горячие, немножко жгут ладонь. Да, вот это, конечно, воспоминания из детства. Готовые перепечи я ставлю в духовку, и они будут выпекаться, а я буду просто уже следить. Вот и все, наши удмуртские перепечи готовы. Спасибо всем за внимание. Порой просим в гости к нам в Удмуртский и Удмуртский историко-культурный центр Казакамским Удмуртам Татышлинского района. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...